Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня 25 сентября. Блин, а почему такая картинка не яркая? Можно как-то добавить сочности. Я вот накрасилась, чтобы быть симпатяной. Много грустных новостей. Про ремонт в основном все. Но есть и хорошие. Хотя я даже не знаю, насколько это хорошая новость в свете последних событий. Мы купили радиаторы на дачу. Через недельку их уже привезут. Вот как раз 12-го числа, по-моему, должны окна привезти. У меня записано. А когда привозят окна, потом буквально на следующий день, через день, нам их должны установить. И с этого момента наш ремонт на даче продолжается. Как раз у нас будут радиаторы. Потому что наш строитель сказал, что он вернется только тогда, когда будут радиаторы и установлены окна. Потому что он ничего там делать не может, пока нет окон. Вот, в этом влоге покажу вам чуть-чуть визуализацию проекта дачи. Дома на даче. Вот, как-то прокомментирую. Скажу, что точно будем делать. Что под вопросом пока что. И, ну, и потом почитаю ваши негативные комментарии. Вообще, все, что связано с дизайном, визуализацией, мне кажется, такая вкусовщина. Так, мне нужен дизайный вкусовщина в том плане, что все равно кому-то понравится, кому-то не понравится. Ребят, у меня на Ротибе эксклюзивно вышел новый влог. И в этом влоге моя мама сделала обзор нашего большого дома на даче у моих родителей. Мне кажется, я этот дом ни разу не показывала внутри. Либо очень-очень давно в старых влогах. Что я думаю, они даже недоступны сейчас для просмотра. Поэтому обязательно посмотрите. Мы там показали, какие этапы работ сейчас ведутся, что сейчас сделали. И немножко поделились причинами, почему мы не строили этот дом раньше, не занимались ремонтом внутри. Короче, я думаю, что вам будет безумно интересно это взглянуть. А еще мы там вместе с Кариной провели день с нашими детьми в детском классном таком комплексе, кафешке. Так что тоже посмотрите, болтали с Кариной. Кстати, про еду, потому что ей часто писали, что ее сын как-то плохо питается, что она его не кормит. И я, девочки, узнала причину. Обалдейте! Ну и там поболтали о том, что нас, как всегда, как мамочек сравнивают. В общем, огненный выпуск получился. Так что скорее переходите по ссылке и смотрите. И вот вам нарезка с этого влога. Сегодня пришел другой строитель, увидел миллиард косяков. И мы такие типа, че? Аня, нравятся шарики? Аня решила теперь просыпаться в 8.30. Мы нарвались на такого строителя, который нас просто обманывает. Видела твои рассуждения в телеграме по поводу того, что мы с тобой обе плохие мамы. Будем ли мы подавать в суд на наших строителей? Сейчас мы зайдем в этот большой дом, который столько лет вы наблюдаете. И с интересом хотите узнать, что же там внутри. Такой вот у нас стол. Скорее всего мы здесь будем жить, когда ремонт закончим. Курю, мне не нужно. Да, Милы ходят рядышком вообще. Нам теперь нужно найти других строителей, чтобы закончить ремонт. Короче, ребят, приехал Слава, точнее пришел со стрижки. Он на стрижку ходил. А мне позвонил мужчина. Короче, на сегодня мы заказали поверху счетчиков в квартире, потому что у нас приходят какие-то сумасшедшие счета, и нужно было с этим разобраться. Что мы, собственно говоря, и хотим сделать? Так вот, я его сегодня жду с часа дня. А у меня получается так, что с часа до пяти он должен прийти. И я его жду, 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 жду. И не туда, и не сюда немного. Ну, короче, в итоге вот он позвонил, сказал, что будет в 5.40 где-то. В 5.30, в 5.40. А сейчас 4.30. То есть у меня будет буквально меньше часа на мои запасы. Я надеялась, что мы съездим во вкусный точка. Но нет, не успеваем. Ну ладно, хрен с ним. Мы едем на квартиру, чтобы своими, моими, вашими глазами и этой камерой увидеть те косяки, которые оставили за собой рабочие. Сегодня приедет папа Славы, и они вместе на квартире будут там, короче, разбираться, что там. То, что не конкретно прям ремонта касается, а именно по тому, какие у нас материалы там, сколько там чего красок. Я знаю то, что сейчас многие люди напишут. Но прежде скажу про свой испорченный костюм. Я его постирала на 60 градусов, он испорчился. Теперь он, во-первых, сел немного, и он теперь в белых разводах. И я его потом еще раз постирала уже на 30 градусов. Думала, это отмоется, порошок, еще что-то. Ну нет, просто он теперь испорчен, поэтому я в нем теперь ее люблю только на стройку и на дачу. И планирую заказать себе такой новый, потому что это мой любимый костюмчик был. Очень обидно. Но есть вещи, куда обиднее, это наш ремонт. Поэтому не отчаиваемся. В общем, да, я представляю, что сейчас многие сидят, пишут, вот вы лохи, до чего вы не следили. Найти виноватого легко. И мы все тут по чуть-чуть, да и не по чуть-чуть, в чем-то там виноваты. Где-то не доследили, где-то больше доверили, где-то нам было что-то впадло прийти проверить, где-то зажали деньжат, подумали, не будем там кого-то еще нанимать, кто будет ходить и каждый там 3 дня проверять, что там делают наши строители. Ну, короче, все, это вот куча всего, да. Ремонт это, ну, это реально непросто, непросто. Но мы хотели, чтобы это было просто, даже с учетом того, что долго. Хотя сейчас я понимаю мозгами, что мы реально, ну, просто лоханулись. Если бы мы давным-давно их, этих строителей наших, попросили как бы освободить помещение и нашли бы нормальную бригаду, то мы бы уже там жили бы 5 раз. Там же уже и день рождения Ани бы там уже отмечали. И все, вообще бы по-другому наша жизнь сложилась. Ну, нет, конечно, день рождения мы бы там не отмечали, потому что у нас еще там завязки были, типа, по мебели, но окей. Вот сегодня 25-е, ну, грубо говоря, нам бы уже, наверное, уже закончили устанавливать мебель. Скорее всего, уже многие нюансы, мелочи мы тоже закончили бы делать, типа электрокарнизы у нас тоже готовы, наверное, просто ждут, когда уже будет чистовая отделка и все, нам это повесят. Теперь я даже не знаю, на что я надеюсь, я просто надеюсь, что до Нового года нам установят мебель и уже после Нового года, в Новом году мы будем переезжать в новую квартиру. Ну, это я просто надеюсь. Если нам повезет сейчас с новыми строителями, все сложится, и они будут работать каждый по своему профилю, без пропусков, без вот такого халатного отношения. Ну, короче, если нам повезет, то нам повезет. Еще, скорее всего, нам придется заказывать новую плитку и менять плитку, ванной, душевую, не знаю. Потому что много, короче, тоже нюансов. Короче, сейчас придем на квартиру и посмотрим. Вот мы уже, в принципе, доехали. Очень обидно и грустно. Что поделать? Удивительно, мы сейчас будем в квартире в первый раз без строителей, и теперь туда уже эти строители не придут. Блин, я не знаю, что я там сейчас завижу. Так, ну что ж, мы в квартире. Покажи мне то, что вот на фотках. Где вот эти все основные эпизиции? А, с этой стороны. Я даже не знала, где это. С этой стороны. Вот здесь разбухло. Покажи. Вот тут. Это надо отсюда, смотрите. Видишь? Из узкого идет в широкое. Плюс вот этот. Крестовина вот эта вот неровная. Да, вот это вообще пиздец. Просто, блядь. Но у меня как будто посрать, если честно. Да, но я говорю, это депоративные косяки, которые на жизнь никак не влияют, только на... Нет, не то, что посрать. В смысле, я вот ты бы мне, если бы так вот не ткнул меня носом, я, честно, не увидела бы и не знала. Это, знаете, вот когда спрашивают, типа, ну как, вы что, не видели? Так в том-то и дело, что... Что это не видишь, когда ты, ну, во-первых, не разбираешься в ремонтах и не можешь вот эти вот штуки оценить. А что еще было? Ну, зеркало понятно, зеркало не нет. Вот датчики, протечки. Здесь должна быть этот гребенка. Что за гребенка? Это кто? Ну, вода, все эти переключатели. А, этого еще не установлено. Ну, это же не проблема установить? Установлено, щиток не собран. А что ты говоришь, нельзя будет щиток сделать углубленным? Ну, посмотри. Это другой строитель тоже сказал, да? Он выпирает уже. А его нельзя углубить, да? Это вот его... Ему надо снимать, надо переделывать. Вообще не хотелось бы, чтобы здесь в коридоре какая-то херня торчала. Ну, блин, а может быть просто можно стены добавить? Тут же все равно как будто все выглядит еще таким вообще черновым. Просто чтобы эта стена слегка больше выпирала. Короче, надо подумать, конечно. Тут у нас подсветка тоже должна быть. Есть еще вот у нас проблема. Сейчас все, наверное, скажут, это вообще трэш, потому что сейчас уже никто так, наверное, не делает. Или я не знаю даже. Короче, сначала нужно было установить ванну, а наш строитель решил сначала установить, короче, плиту. Он же даже что-то поставил, да? Видишь? Выводы под... С раковиной, скорее всего. Ну, конечно. Блин, ну вообще, конечно, непонятно. Ну, вот у нас есть два куска. Их гипотетически можно было бы как раз там, где ванна, заменить. Да, конечно. Даже тут четыре. Их гипотетически, где ванна, там время лучше. Нет, это понятно. То есть тут как раз же получается раз, два. Ну вот, вот этот цельный по одной стене идет и по другой. То есть гипотетически как бы у нас не все потеряно. Ну, то есть, окей, под ванну надо, например, переделать, потому что суть в том, что ванна, она где-то вот там досюда, я не знаю. И вот эта часть, она должна полностью, ну, втыкаться в ванну, короче. Ну, честно, вот по этой комнате, ну да, может, есть какие-то там неровности, но я их не вижу. Ну, в смысле, вот так вот, чтобы я зашла и такая, ааааа, я не смогу здесь жить. Есть минус то, что вот здесь такой высокий порог, но меня это как-то не смущало. Мне казалось это нормальным. Хотя не знаю, зачем он такой высокий, если честно, так подумать реально. А почему он у нас еще такой высокий? Ну, у нас же там по размерам что-то должно быть. Короче, еще мне написали подписчики, что вот этих штук не должно быть в плитке, когда принимаешь объект. Потому что, когда ты достаешь вот эти штуки, оно еще может разойтись, где-то усесться. И типа тоже непонятно. Ну, вот у нас есть четыре куска плитки, и этого мало. Вот, я просто вижу, что раз, два, три, четыре остатка. Вот, больших, цельных. И если представить, что нам сюда надо два, и вот здесь три заменить, то нам не хватает одной. Очень странно. Блин, ну, да, это странно, но как будто бы даже не знаю. Туда, конечно, что-то, наверное, затекать может, я даже не знаю. Короче, странно. Вот здесь очень сильно видно тень. То, что оно прям как бы висит, надвисает. Блин, а реально почему у нас такой высокий этот самый? А что еще они сделаны, зай? Где? Ну, в квартире. Потолки. И чего? И бок, видишь, бок с этого, ну, где дверь, угол двери и потолок. Потолки ниже на один сантиметр. От основного уровня потолка. Ничего не знаю. Вот видишь тут, где типа подсветка должна быть? Вот это ниже потолка двери на сантиметр? Да. И что делать? Ничего. Уже ничего. В смысле, ничего? Ну, у нас же двери заказаны. Да, но двери открываются в ту сторону, они открываются во внутреннюю, а не во наружнюю. А, ну и похер. Да, похер. Ну, просто это... Ну, я лично этого не вижу. Просто будет бесить. Блин, ну не знаю. Кого это будет бесить? Если это не помешает тому, чтобы дверь работала? Ну, я просто говорю, что это точно. А вот и эта дверь тоже туда? Они все должны быть во внутреннюю, по идее. Хотя это выглядит как будто... Нет. Это выглядит как будто бы тут сюда открывается. Ну, нельзя потолок подшлифовать на сантиметр. Это пи***ь какой косяк. Как это узнать? Это лазерным каким-то надо проверять или я даже не знаю. Там как будто есть еще пространство над дверью. Ну, да, повезет, если дверь не будет задевать потолок. Ну, а как это узнать? Слушай, а тут же еще косяк. Они его не заменили? Нет, фигня это сделать в пять минут. Да? Ты поговорил с строителем, но вам показал? Нет, фигня. Это же гипсокарты. Вот здесь, получается, комната практически покрашена. То есть вот это не покрашено, но тут еще типа слой какой-то надо нанести, да? И потолок. А что с потолком вообще? Его же тоже красить надо чем-то другим. Да, его тоже нужно красить. Просто штукатурки маловато как будто бы. Про что я говорю? А, да, то, что там какие-то есть неровности. Про неровности, про мелочи. Сейчас видишь на свету это... Потому что... Равномерно лежит. Ну, свет просто сейчас белый отсвечивает, и ты не увидишь как бы... Ну да, если тень и подсветка, то это все очень жестко может подсвечиваться, а подсветка вон там у нас. Прямо будет на возможной неровности светить. Но тут же еще слой должен быть, это не спасет. Просто жалко, уже же краска потрачена. Да, да, надо еще один слой, наверное. Нет, еще один слой краски понятный. Я имею в виду... Что, штукатурку что-то? Не-не, наверное, здесь какая штукатурка сейчас уже покрасила. Не знаю, там уже надо с малярами это обсуждать. Я не маляк, могу сказать. По сути, у нас самое косяничное место, это ванная с душевой. Но вот сейчас мы видим то, что у нас есть решение проблем, например, по ванной. Да, подожди, это еще эти, не знаю, не делают... Кого? Откосы? Подоконники. Почему? Мы еще не вскрыли, мы еще не посмотрели, как... А как? Ну да... Сейчас, это стройка, сейчас все наружу вылезет. Вся всякая ссячина. Ну и суть в том, что мы планируем, что когда приедет мебель, Иван будет здесь этот процесс все равно регулировать. Типа, чтобы где-то там, где не подходит, где-то где сложности с ремонтом и мебелью, когда мебель чуть-чуть, где-то больше, где-то меньше, где-то все равно какие-то углы надо, где-то что-то подтянуть, где-то что-то убрать, чтобы зашло. Идеально все равно все не будет входить. Но зачем он здесь будет другой встретить? Да, он как раз должен был вот эти вот моменты все учесть. Но чувак просто выбрал другой объект вместо нашего. Выбрал и выбрал. Теперь он как бы без объекта и без денег остался. Ну, дурак он, да, дурак. Как, собственно, и мы, что мы не наняли надзор? И что просто раньше не заворачивались. Ну, блин, что не идеальный цвет, допускают ошибки, плюс это наш первый ремонт. И что вам говорить? Ну, вообще-то мне нравится, как стена это выглядит. Все равно цвет прикольный. Мне просто нравится то, что все выглядит так ровно все-таки. Ну, ровно я имею в виду по цвету. Все-таки под покраску, конечно, стены выглядят намного прикольнее, чем когда обои. И мы привыкли жить с обоими, поэтому... Ну, вот здесь прям видно, да, что есть, какие-то посеки. Вот какие-то, как будто кто-то стены погрыз. Но у нас тут шкаф будет прям до этой штуки. Вообще, кстати, вот так вот у нас шкаф будет идти. Поэтому у нас, по сути, здесь из-за этой стены видно будет только вот эти две рамки. И все. Тут у нас будут везде тюль с шторами. Ну, вот эта комната сейчас, кажется, самая непроблемная. Кажется, тут мои волоски видно на фоне белого. Уже представляю, как будут здесь снимать свои влоги. Да, все будет хорошо. Попик, гуляем! Да, грустно, но вот все равно ничего, разберемся. О, там у кого-то сынок родился. Мы просто живем прямо около роддома. Но мы пока тут не живем. И можно в окошко смотреть, как у кого-то выписка происходит с шариками синими. У кого-то сын родился, Зайк? Сын, говорю, родился. У кого-то. Там же роддом. Кого-то с шариками синими встречают. Да, да. Селенная. Вот здесь дверь правильно открывается. Покажи. Иду. А, типа внутрь тоже открывается? Да. И вот здесь правильно открывается. В ту сторону. Ага. А может она... Не, ну она здесь точно не выдвижна. А тут-то она открывается в эту сторону. Ну, тогда придется нам дверь менять. Других вариантов нет. Просто тогда поменяем дверь, чтобы она открывалась в другую сторону. Я думаю, это реально просто снять обналичник и поменять. Ну ладно, это... Ну да, это, наверное, фигняк. Так. Вот они здесь тоже, смотри, в виде положения. Да. Ну там же еще тоже что-то затираться должно быть. Здесь у нас должно быть и стекло. Зеркало. Меня, знаешь, что? Вот эта стена все-таки напрягает. А может быть как-то можно... Ну нет, это тоже у них что-то будет. Что, что? Ну как-то поднарастить эту стену, чтобы спрятать эту херню. Либо мы сюда что-то закажем, какое-то стекло. Я хотела на эту стену зеркало. Это просто должно все сниматься, углубиться и сделаться закрытым. Ну надо это сделать. На проекте... Этого вообще нет как будто, да. Ну да, там закрытые. Оно очень должно быть скрытое, гладкое. А здесь, вон, посмотри, просто, блядь, поставили. И так сойдет. Не то, что скрытый, тут просто, блядь. Тут еще будет вот как бы такая коробка. Ну конечно, но должно быть еще глубже быть. Просто капец. И здесь, я так не понял, здесь нет скрытого этого тоже для роутера. Короче, вот эту тему прям, ну это, кто это делает? Это электрик или управляющая компания, кто этим интересно занимает? Нет, это электрик, это, ну электрик занимается всем, что связано с щитком. Ну вот надо будет ему момент перебирать. А роутер это просто по проекту, где у нас роутер вообще стоит. У нас вообще по всей квартире роутер должен быть, выход под вайфай. Нет, нет, это ты говоришь про провода, а я говорю про просто роутер. Он же должен где-то стоять. Скорее всего, здесь входит интернет, но роутер просто, ты хочешь, чтобы он был виден? Нет, не этот роутер, ты че? Вот в том-то и дело, а он здесь... А там под роутер придумано? Да, здесь ничего не придумано под роутером, он просто будет там где-то закреплен сверху. Вайфай? Блядь, роутер это что? Вайфай. Ну? Не, нахуй, это там не надо. Конечно, тебе это надо, чтобы было так же в углублении какая-нибудь полочка там маленькая была. А, я вообще даже об этом не задумывалась. Я думала, ну он просто будет где-то стоять за шторами на окне. Да, не, 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 не будет он так. Он должен где-то... Скорее всего, здесь выход под интернет будет, и там будет роутер, и его надо будет там прятать. И это тоже как бы нужно будет... Короче, продолбить стену, все заново надо построить. Да, продолбить стену, надо будет с черком разобраться, с роутером разобраться. Дальше надо будет электрику сделать, и санузлы, и все вот эти... Сантехнику. Сантехнику сделать. Штукатурку ебут, краску покрасить, полы доделать. И только потом... Плитку переложить. Плитку переложить. Все, ребята, ремонт закончил. И только потом уже мебель. Это точно не неделя, а не две, а не мебель. Нет, это что-то понятнее. Я надеюсь, теперь у меня в надежде какие-то там полтора месяца. А вот что интересно с радиатором? Почему он такой засранный? Это же просто пыль? Вы проверяли? Да, это пыль. А, сколько лежал. Блин, вот столько розеток, блядь. За каждую розетку по косарю придется отдавать. А, да, да. Идет розеток. Прямо надо посчитать, сколько их. Много. Розеток много. Это мы еще не можем их так посчитать, потому что вот здесь, наверное, розетки. Видишь? Ну, а там, где под розеткой подготовка, там можно будет розетка. Короче, у нас теперь по-другому пойдут работы. Что мы планируем теперь найти команду. И, ну, что каждый, блядь, будет профессионал на свое дело. И каждый будет работать над своим делом. Нам нужно доложить пол. Непонятно, что там вообще у нас. Тут все закрыто. Пол, может быть, тоже быть каким-то покореванным, испорченным. Мы этого еще не знаем. Надеюсь, ты и больше, надеюсь, ты еще меньше. Тут еще дохера розеток. Ты же сам не знаешь, сколько здесь. Тут под холодильники, под мородильники, под это самое. Тут вообще стены, блядь, голые. Тут вообще ничего не сделано. Ничего ни к чему не подготовлено. Посмотри. Мне нравится, как выходим и уехать, когда рабочие уже уехали. А нет, чтобы уехаться, когда они были здесь. Я стеснялась. Ладно, все равно. Ладно, мы не то чтобы стеснялись, мы говорили им просто. Да, мы говорили, типа, что за хуйня вы, почему не работаете, почему ничего не изменилось. Они просто нам нашу лапшу на уши вешали, писали нам в раковину ушную. А мы это все принимали. Мы просто не хотели конфликтов. Мы хотели, чтобы люди работали не из-под палки, а чтобы все было спокойно. Всем хотелось закончить ремонт. Ну, чтобы это было более так. А если все время на чувака палкой там гнать? Мало ли, вот мне сегодня Даша рассказала, подружка Лакутина, рассказала, что видела историю какого-то блогера, что тот блогер что-то плохое сделал строителям, ну, как-то насолил как-то, может, не специально, не знаю, эту историю. И строители взяли и в стены заложили яйца. А если, короче, тухлые яйца из квартиры никак не выведешь. И они, эти строители, сказали этому блогеру, что, типа, либо ты на 15 миллионов, и мы, короче, ну, эти яйца убираем, типа, найдем, где они, все, либо, ну, блядь, все. А ему что делать? Ну, видимо, ничего, только вот реально все сносить, продавать хату, делать ремонт заново. То есть в стенах вонючие тухлые яйца, а жапах тухлого яйца никак не выведешь. Ну, короче, это мне подружка сегодня рассказала, она говорит, что там у вас, я говорю, ну, пиздец, ничего, ну, главное тухлых яйцов, мне оказалось. Поэтому реально иногда, ну, как бы, не хочется ругаться, потому что это дело такое, знаете, это как нахамить официанту в ресторане, вот просто, да, вот, короче, детская наша, тут тоже ничего, конечно, не... Ну, знаешь, как будто чище стало все-таки, что-то они убрали. Ну, они вот инструменты свои просто забрали. Охренеть, у них инструменты кучу места занимали и мусора. А вот это вообще интересная фигура. Может, ее вообще, знаешь, я вот думаю, может, ее вообще нахер убрать? Почему? Да, она красивая, но... Столько сил на нее потрачено. Но ты знаешь, нам... То есть они ее сделали плюс-минус ровной. Про эту арку. Она классная. Здесь будет стоять детская кровать. Здесь еще все по размеру выглядело нормально. Короче, будет стоять здесь детская кровать, диван-кровать как бы. Но суть в том, что эта арка, я уже рассказала, должна быть вместе с шкафами одного оттенка, одной фактуры. Там, типа, подымали или я не знаю, куда что. И краски такой нет, не подберешь. Но будет все равно отличаться. Поэтому у нас есть два варианта. Например, либо по краю... Это я сейчас вот так подумала. Либо мы просто красим эту арку под цвет общей комнаты и оставляем так, но она отличается. То есть будут розовые, ну такие нежно-розовенькие шкафчики и белая арка. Либо, что мы должны сделать по-хорошему, когда нам приедут, установят мебель, замерщик возьмет замеры этой арки и нам изготовят тонкие такие штуки, которые будут накладываться на эту арку. Они будут в цвет и фактуру фасада. Это нам обойдется в дохера денег. А это, блядь, даже не шкаф, даже полок не будет. Просто вот этот вот материал отложить нам обойдется, типа, 1200 может. И это в голове у меня не укладывается, потому что это новый телевизор. Ну, короче, меня это жутко прям расстраивает. Хотя мы столько денег уже потратили, что как будто бы, чтобы уже довести до идеала, можно это сделать. Как мне нравится здесь без их мусора. Вон у нас пол еще есть. Хорошо. Хватит на него, наверное. Вот двери. И я еще не видела ту разбитую дверь, которую нам тоже... На, посмотри. Ну разбилась, на. Так, а еще у нас вот здесь есть плитка, та, которой мы в итоге не воспользовались. Ой, как хорошо с естественным... с этим светом. Вот эта плитка, кстати, мы можем ее продать. Вообще-то она красивая, девчонки. А, это та, которую нам не подошла? Да, это та, которую мы в итоге решили не делать. Смотри, сколько у нас ее обалдеть. Так может ее там как-нибудь использовать в ванне. Ты сучок. Че? Она же другая, блядь. Девочки. О, ноу. Он не понимает, о чем говорить. Сюда еще хрен проберешься. А, вот здесь самое мусорное место. Вот наши радиаторы. А, вот тут? Точно, только тут нет открывашки. Тут они вот что-то пробовали окрасить. Я вам показывала в каком-то влоге. Возьми открывашку окна, есть? Открывашки? Нет, открывашки здесь. Ну, ладно, тут все равно видно. Да. Стекло заказано, 9-го числа приедет. Кто же сказал? 2-го. Вот эта штука снимается. А, слушай, я не говорю ничего. Снимается вот эта штука и заменяется на другой стекло. Так это все-таки ван сломал? Ну, да, да. Это нашего строителя на квартире так зовут. А, внизу еще, посмотри. А он заказал уже, оплатил, интересно? Самое главное, чтобы стекло такое же тонированное было. Да, такого же цвета должно быть. Ну, я думаю, что у нее записано все. Ты мне скажи, я вообще не знала про эти подробности, про стекло. Так, ребята, я дома. Приходили, сделали проверку счетчиков. Я даже чуть-чуть сняла, как это выглядит со стороны. Вот вам тоже прикрепляю. Прицепили какой-то специальный аппарат, через него воду прогнали. В общем, все окей. Сейчас время полседьмого. Анюта у мамы. Сейчас они покушают. И я, наверное, поеду и заберу. Вот такие дела. Недавно нам привезли обувница. Я уже ее показала у себя во влоге на Рутюбе. Кстати, можете на меня там подписаться. Потому что там я выпускаю эксклюзивно классные видосики. И реакции. Мы со Славой тут снимали на днях реакцию. И мне кажется, я почти бутылку вина выпила. Потому что я очень старалась. Очень для вас старалась. Короче, выпила почти бутылку. Ну, ладно, не бутылку. Но бокала три я точно выпила за реакцию. И, ну, нормально-то. Штырила, шандарахнула. И у меня, мне кажется, даже голова на следующий день боял. То есть я в этот день, по-моему, уснула рано. Ну, короче, меня прямо нормально вставило. Короче, поэтому обязательно посмотрите. Угар вообще полнейший. Я там старалась максимально быть веселой. Все для вас, мои дорогие. На балконе у нас вообще что только нету. Просто у нас тут автокресло, велосипед, блин, коляска, этот салон-каталка. Ну, короче, вообще. Заказала себе какую-то плойку. В итоге она, конечно, так. Я выбирала на маркетплейсе. Старалась найти самое хорошее из того, что было. Мне показалось, что она должна быть норм. Я, во-первых, ей сожгла себе палец. Ожог сделала такой, что у меня аж кожа сегодня слезла и прям больно. Это во-первых. А во-вторых, у меня ужасно потом воняли волосы. Вот прям сженым. Ну, то есть понятно, что да, она может нагревать жестко, но волосы вообще не бережет. Голову мою не сберегла. Короче, хочется разложить все в обувнице, как-то порадовать себя просто после всех этих ремонтных дел. Короче, сейчас Лиля узнает по поводу нашей плитки, которая у нас в квартире. Если такая есть в наличии, то мы закажем и поменяем. Вот, то есть если она к нам условно через недельку придет, недельку-две, то мы закажем, поменяем и пойдем на этот шаг. А если ее нет, то мы поменяем только в ванной. А в душевой, где вот те моменты, про которые я вам показывала, что я как бы могла бы с этим жить, ну реально, ну да, не идеально. Ну блин, а где что идеально? Вот в этой квартире мы живем, у нас здесь столько косяков. Конечно, здесь не дизайнерский ремонт, но вот просто у нас дофига, где вот такие вот обои просто торчат. Ну как бы это все везде видно. И я это вижу каждый день. Это намного больше бросается в глаза, если с этим вообще максимально не так классно живется мне, как могло бы. Но мне так пофиг. Нет, окей, мне не пофиг. Я знаю, что скоро мы переедем в квартиру, где все должно быть идеально. Чики-пуки. Ну у нас реально в этой квартире столько косяков, с которыми я привыкла жить и не так уж обращать внимание. Вот здесь двери. Много чего еще. Ну ничего, живем. Ну там у меня шторин вообще убого висит, потому что там просто не хватает этих зацепочек, чтобы оно все нормально висело. Там надо полностью всю систему снимать, туда новые штуки специальные одевать. То есть просто, ну короче, геморрой, и мне лень этим заниматься, потому что у меня уже сил нет. Короче, вот таких деталей мелких миллиард, но, конечно, этой квартире уже дофига. Ну, этому ремонту. И понятное дело, что из-за того, что здесь все-таки все не свежий, не классный ремонт, офигеть. Ну как бы ты на это плюс-минус закрываешь глаза и думаешь, ну и ладно, как бохер. Это же не только что сделанный свежий ремонт. Короче, это я просто к тому, что у нас столько здесь нюансов и косяков, с которыми я нормально живу. Почему я не смогу жить с немножко... Это если так успокаиваю, если честно, я думаю, если просто успокаиваю. Почему я не смогу жить с как бы не со стековочкой, которая по сути никак не повлияет, вода туда затекать не будет. Да, просто будет, ну как бы вот если вот так смотреть, не идеально. Но по сути норм. И я вот думаю, наверное, я позитивная, и вы, наверное, подумаете, вот, тогда бы заплатили тем строителям, они вообще-то молодцы. Нет, не молодцы, все знают почему. Просто раз уже такие здесь косяки, и уже настолько нет терпения, и большое желание уже скорее переехать, что да, хочется закрыть уже на что-то такое глаза, хотя это неправильно. Нам же там жить. Ничего, прорвемся, прорвемся. Все будет хорошо. Так, обувните. Что-то же должно быть хорошее. Она классная. Мне нравится. Хочу положить сюда все. Вот это мне уже не нравится. Но ее, наверное, тоже есть смысл лучше оставить. Просто мне нужно обувь из других комнат сюда перенести и посмотреть, как это все выглядит. Да, девочки, такой съемки вам еще никто не делал. Короче, я притащила сюда всю обувь, которая у нас. Нет, у нас еще много на самом деле. Я просто пока не понимаю, что поместится. Вон там еще стоит. Точно не вся обувь поместится, конечно. Но еще из первых вот этих. Помыть бы их не мешало. Так. И так не входит. В кроссовки не входят. Вот таким образом только боком. Да, боком зашли. Это, в принципе, было ожидаемо. Конечно, обувница хороша, но не для всех видов обуви. Но из плюсов можно хотя бы просто как-то туда это все запихнуть, чтобы оно лежало хотя бы в шкафу. Сейчас посмотрим, что у нас. Все, зашло. Получается, сюда у меня зашло три пары в одну ячейку. Все равно это как будто мне больше нравится, потому что меньше места занимает. Но обуви у меня дофига. И да, конечно, эта штука реально не такая уж... Так легко ее не отрегулируешь. Хотя выглядело легко. Тут некоторые ботинки вообще такие грязные. Надо было их помыть. Но мне лень. Удивительно, в чем-то я просто такая дотошная. И такая прям, нет, это невозможно. Я буду с температурой ходить, но не смогу уснуть, пока у меня дома там, не знаю, что-то не вымыто. А в чем-то я такая... А, ладно. Что не закрывается? Из-за кроссовок они слишком высокие. Короче, получается вот просто боком засовывать. Дебилизм. Нет, конечно, такое себе дело все-таки. Выглядит, конечно, прикольно. И фантазии у меня такие сразу... Вау, да у меня сюда может поместиться. Но на самом деле... Ни хера сюда не помещается. Сюда хорошо поместятся кеды, туфли. Но, короче, не все, да. Капец, у Славы куча обуви в новом состоянии. Ладно, что у нас тут? У меня все равно охота освободить шкафы. Потому что все-таки обувница уже есть. Поэтому нужно запихнуть туда максимально. Что-то не получится запихнуть, уже вижу. Просто если бы хотя бы по три-четыре... Ну, четыре, то уже прям идеально. По три хотя бы пары бы вмещалось. Уже ничего. Ну, так, наверное, и будет вмещаться по три только. Блин, ну да, ну да. Это, конечно, не идеальность. Есть обувь, которую я вообще ни разу не носила. Ну, когда-нибудь-то одену. Сейчас мы это тоже сюда все. Аккуратненько. Ну, вообще, девки, сюда ни хера, блядь, не помещается. Ужас. Не ведитесь на рекламу. Там, мам. Что-то вообще удобно и пахнет. Все-то у нас через жопу, блин. Скинула маме видео с квартиры. Что нам там строители наворотили? Она вообще в шоке. Наверняка вам интересна реакция наших родителей. Ну, на самом деле, нам наши родители давно говорили, что нужно этих строителей вообще слать куда подальше, что ничем хорошим это не закончится. Но мы, как очень взрослые, самостоятельные, сказали ня-ня-ня. Мы сами разберемся. Все-то у нас получится. Но вот сейчас мы со Славой на квартире стояли с осознанием того, что мы в пролете, так сказать. Но все равно было какое-то прикольное чувство. Типа, зато мы сами. Да, у нас есть проблемы, но мы их решаем сами, как семья. В этом даже что-то есть. В этом даже что-то есть. Так, что у нас тут? Короче, места там уже не осталось, а у меня есть еще обувь. Ну, ладно. Так тому и быть. Не удалось нам освободить много всего, ну, что я рассчитывала. И странно, почему. Ладно, кроссовки Гуччи туда пихать не будем. Эти шлепки точно залезут. Куча контейнеров освободилась, и куча места освободилась. Хотя вот эта вся система не такая клевая, как я фантазировала себе. Все. Еще одну пару бы запихнуть. Ну, тут все настолько уже впритык. Ну, как будто вот эти должны поместиться. Они такие не очень высокие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Почему не хочется? Да почему нет-то, блядь? Потому что я не понимаю, почему. Что именно мешает? То есть тут вообще они должны быть без, я не знаю. Ой, это, кстати, мои черные башмаки. Ну-ка, так. Давай, зе. Сука. Блядь, да почему? Ничего не понимаю. Ей-богу. А так. Вот. Так, итого, не убрали мы только кроссовки Гуччи и одну коробку. Ну, нормально. Зато я освободила довольно-таки много места у нас в шкафу. Пока не знаю, что туда положу, но, как всегда, найду. Ой, господи, спасите меня. Увидела у Карины, она делилась, что она будет делать распродажу своих вещей, сумок, что через какой-то там магазин или бренд или шоурум, в общем, каким-то образом будет отдавать свои старые вещи, продавать. И в чем выгода, что ты просто, по сути, отправляешь свои вещи, и люди уже сами их как-то там, наверное, развешивают, отпаривают, фоткают и продают. А ты просто потом получаешь процент с этих вещей, ну и процент, понятно, забирает себе вот эта компания, которая этим занимается. И ты просто устраиваешь, типа, гаражную распродажу. Такие люди, твои подписчики, например, или просто любые другие, да, там, посетители, могут приобрести твои вещи, и это прям класс. Мне это очень нравится, потому что у меня огромное количество всегда классных вещей. Если бы я раньше это начала делать, наверное, я бы уже разбогатела. Я думаю, что это прям прикольно. Ну, не уверена, что я смогу прямо сейчас столько много вещей своих собрать, но нам надеюсь, когда мы будем переезжать в новую квартиру, я устрою разбор гардероба. Мне нужно прям поставить себе цель в Новый год, потому что до Нового года мы уже точно никуда не переедем, я в это не верю. Уже бы просто хотя бы после Нового года переехать, реально, там, в январе, в феврале я уже не знаю, просто капец. Ну, короче, поставлю себе цель, что нужно будет, да, обязательно со стилистом разобрать гардероб, сходить на шоппинг какой-то, я не знаю. Блин, да просто, знаете, в чем затык? Да, конечно, мне лень, но дело даже не в этом. Дело в том, что я что, так часто куда-то прям хожу? Ну, я что, не могу в повседневной жизни, что ли, одеться без стилиста? Да могу. Вот поэтому я не заморачиваюсь. У меня единственное, что вот бывает, там, на мероприятия зовут, ну да, где-то я не знаю, там, может, как лучше нарядиться, еще что-то. Но я же не могу закупиться вещами, там, на всю свою жизнь вперед, на все мероприятия, которые у меня могут быть. Поэтому я этот момент оттягиваю, откладываю, ни к чему в итоге не прихожу, никакого стилиста не нанимаю. Я еще заказала себе недавно плойку, потому что у меня была такая, но она куда-то запропастилась. А я прям очень хочу такую прическу, я прям почувствовала, что это мое, это у меня прям откликается и мэчится. Плойка это для волн, как будто после косичек. У меня такая была, куда она делась, не знаю, может, на даче где-то. Очень удобно, у микрофона здесь магнит сзади, и у меня в комплекте есть магнит, и одну часть я могу под кофточку, другую сюда, и это выглядит супер. Типа не нужно, знаете, тут есть еще возможность зацепить, а если зацепить только, то это вот так. Ну, как бы это, во-первых, портит одежду, может, во-вторых, не всегда получается удобно зацепить и прям в рот будет. Ну, короче, класс. В общем, он у меня просто сел, но главное, что там я поснимала, где реально шуршала. Так, шмя-шмя-шмя-шмя. Я в один вечерок решила порадовать себя лойками. Мне нравятся волнистые волосы, вот такая вот укладочка, потому что она выглядит немножко, но это может быть даже небрежно. Он, кстати, денег стоил. Ну, типа, какой-то он там прям прикольный. Просто хочется ходить с прикольными прическами. Не, у меня не такой был. У меня был, мне кажется, попроще. Ну, смысл один. Так, волосы, хопа, ну, тонкую прядь. И они у тебя такие... Ну, глаза прям классные, я думаю. Babyliss Pro. Мне кажется, это хороший бренд. Крайне-мень, я про него слышала. Может, реально у меня даже и будет что-то. Вот здесь какая-то пень. О-о-о. Это что, перчатки? Круто. Сейчас так прикольно придумали, конечно. У меня тоже плойка та пришла, которая волосы сжигает и воняет потом. И там, короче, тоже была перчатка одна. Какая-то черепашка, видите, блядь. Йо-йо-йо. Короче, класс. Супер-класс. Хороший волосы продюсировать. Что ещё? Ещё я заказала недавно огромное количество всяких игрушек Ане. Так вот, я периодически всё это расхламляю. Убираю. Поэтому просто заменяю на новое. Всё заказала, я уже забыла. Блин, честно, это вообще капец. Нет, я не буду смотреть, что я заказала. Я лучше потом посмотрю на распаковке, потому что заказала я на кругленькую сумму. И там всякие прикольные деревянные игрушки. Какая-то коляска детская. Коляска для кукол. Вот, так что будем с вами делать обзорчик. Должно всё прийти 27 сентября. Вот, так что, когда придёт, не знаю, может вечером придёт. Но если вечером придёт, то тогда на следующий день, может, сниму. Ну, короче, обязательно сниму, потому что там должна быть огромная посылка. Я сейчас скоро поеду за Анюткой, потому что Слава на квартире со своим папой. Они там проходятся по всем деталям, по комплектующим. Очень хочется, чтобы скорее уже зашли в нашу квартиру и продолжили работу. И такое дикое желание уже просто реально закончить ремонт. Вот мы сейчас со Славой там были, обнимались. И такие, типа, блин. Обнимались, целовались от того, что да, проблемы. Да, нечего радоваться. Но на нашем пути, ну, встречаются проблемы, да, ну, как бы, ну, мы их решаем, как семья. И даже прикольно с какой-то стороны, не знаю. Ну, ничего прикольного в этом нет, конечно, не хотелось бы проблем. Но, ну, типа, знаете, мы растём вместе. Мы взрослеем вместе. Что-то узнаём вместе. Совершаем ошибки вместе. И не хотелось бы ошибок никаких совершать, да. И где-то там быть обманутым или потерять в деньгах. Какие-то такие моменты. Но это жизнь. Это жизнь. Ай, какой тост. Пропадает. Поэтому я как будто бы, если честно, даже спокойно на всё это реагирую. Без того, чтобы рвать на голове волосы. Так, а что у меня там за скрины такие? Что это такое? Мне нужно сделать скрины для влога. Сделать обложку и выпустить влог, потому что я могу себе это позволить. Ещё сегодня мне прислало агентство по праздникам. Посмотреть разные локации для моего дня рождения. Потому что я же всё-таки хочу днюху отмечать. Хотя из-за всех этих дел с ремонтами я понимаю, что это для нас дополнительные траты будут. И из-за этого я такая немножко, типа, блин, может быть и не надо. Потому что я смотрю там ценники. Типа, знаете, там полтора миллиона. Это только вот, типа, ресторан с едой, с арендой. Ну, потому что было бы дешевле, если бы это был не канун, там, типа, Нового года. Потому что 28 декабря мой день рождения. Это же ещё и суббота. И это ещё, как бы, самые злачные дни для любых корпоративов, там, праздников. И там ценники намного выше обычного. Поэтому, конечно, ну, немножко вот эта ситуация меня смущает. Думаю, блин, ну, не хотелось бы. Но всё равно, не знаю, думаю, что всё равно, наверное, надо. Потому что не отмечаю дни рождения. Это одна из причин. Из-за того, что я рождена перед Новым годом, постоянно просто даже элементарные какие-то трудности возникают с тем, чтобы отметить нормальную днюху. Скажу вам милую Анютку. И буду заниматься обложкой. Это она вчера на мне спала, вот здесь на кресле. И эти губки просто съем. Моё обожунечко. Моя любимая обожуня. Короче, у меня вышел рекламный пост с Анюткой. И кто-то написал в комментариях, типа, Аня не давала своё согласие на участие, ну, типа, в съёмках рекламы. Не нужно использовать ребёнка для заработка денег. Моя хорошая. С одной стороны, я как будто бы согласна чуть-чуть. Потому что, ну да, она не давала согласия, но камон. В смысле, она не давала согласия, блядь, на то, чтобы в свою семью принести денег. Её родители, мы, возьмём эти деньги, вложим потом в её же будущее. Мы же там ничего такого не делаем, просто там на фотке Анюточка рядом со мной. Она у меня, вообще у меня Анютка мой этот, коллега. Мы с Аней спокойно, классно вообще справляемся, снимаем рекламу. Я в этом не вижу ничего такого. Потому что это точно никак не вредит её здоровью, это просто обыкновенная фотка. Или даже если это какое-то видео. Ну, то есть, ничего же там такого ребёнка не заставляют делать то, что ему бы не понравилось. Ну, я знаю, что эти темы такие острые довольно-таки. И часто в интернетах обсуждаются, поднимаются шумгам. Но мне кажется, если это никак не вредит ребёнку, то вообще, почему нет? Тем более, что мы же не просто там, я даже не знаю, берём эти деньги. Мы же, это же всё на благо нашей семьи. Так что, да нет, ко всему можно прицепиться и привязаться, сказать, что нет, всё равно это неправильно, она не соглашалась. Но то же самое, что я оставляю её в интернет. Я как публичный человек, как её мама публичная, по-хорошему не должна вообще её показывать, либо минимум. Но, наверное, я не смогла бы так жить. И вот мы с Кариной тоже как-то это, кстати, обсуждали у неё во влоге. Я говорю, блин, а вот если верить в то, что ребёнок сверху выбирает родителя, ну, как бы вдруг Аня выбирала, ну, как бы меня как маму, например. И она же прекрасно могла увидеть, что её мама в влоге. Такая, знаете, хитрюга. А чего, 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 знала же, к кому в семью приходила. Ну, короче, ладно, шутки шутками. Мне кажется, пока ребёнок маленький, и самое главное, не показывать там его, знаете, голым, понятное дело, это вообще. У меня, кстати, какая-то мамочка как-то в чате, в Телеграм скинула своего голого ребёнка, из-за чего мне заблокировали чат. Нормально, да? Вот, поэтому если посмотреть какие-то старые мои посты, даже посты с родов, со свадьбы, там нет комментариев абсолютно, потому что мой чат снесли. И в итоге мы создали новый чат, которым, кстати, 10 тысяч человек чат. То есть в чате сидит 10 тысяч человек. Это вообще дохера. Ну, это реально дохера для влогера. Ну, я у кого-то там из коллег, может, захожу иногда там в комментарии, и кто-то тоже ставит. У меня тоже, по-моему, такое есть, что ты не можешь оставить комментарий, если ты не состоишь в чате. И, ну, не у всех такие цифры, и мне реально приятно, за что вот большое спасибо, прям респект. За такую активность для меня это действительно важно. И, да, конечно, у меня бывают в Телеграме всякие споры, ссоры, которые иногда даже я провоцирую. Где-то не специально, где-то специально. Ну, что поделать? Моя профессия такая. Я должна, как бы, ну, активность поддерживать разными мне известными способами. Поэтому есть люди, которые ещё лучше это делают, ещё более прохаванно. Ну, как бы, я ещё так, можно сказать, новичок в теме хайпов и каких-то там таких штук. Ну, стараюсь, девочки, стараюсь. Короче, я что делаю? Смотрю влог. Готовый влог. Я просто вот так вот листаю разные кадры и выбираю, что хочу на обложку. У меня есть возможность делегировать и это, но не могу. Мне нужно самой выбирать кадры. Вот так вот я ищу, где у меня лицо плюс-минус нормальное, где я там где-то красивая или, не знаю, просто что-то прикольное. Вот сейчас, например, я сделала для обложки как раз вот такая. Я сижу, типа, клёвая. Я как раз сделала такой скрин, думаю, супер. Я всегда как делаю обложку? Мне нужно, чтобы было где-то там лицо вблизи, что-то издалека, типа, картинки. Вот я думаю, что-то поставлю такое, типа, я у зубного, что-то с квартиры. Надо что-то с мероприятия поставить. Хотела что-то такое, но тут у меня с лицом не очень. Какая-то я иду такая на разборчик, как будто бы. Ну, типа, в полный рост что-то такое хотелось бы. Дел полно! Что-то делегируешь, что-то всё равно не удаётся делегировать полностью. Но я вам не рассказывала, я хочу ноутбук. Я всю жизнь стоплю за комп стационарный. Вот сейчас у меня комп, и он такой тоже, как бы, вообще не дешёвый нифига. Но! Я тут просто поняла, что когда я делегировала монтаж, несмотря на то, что я периодически что-то сама могу помонтировать, но, как правило, это помелочи, либо просто правки сделать, вот так вот обложку повыбирать. Короче, когда я делегировала основной монтаж, я поняла, что у меня комп вообще, ну, как бы, не нужен. Мне хватило бы хорошего новенького ноутбука с, ну, мощным процессором для того, чтобы, ну, сделать какие-то правки, выбрать вот так вот обложку. Поэтому, короче, хочу ноут, но он денег стоит? Да, офига! Я вот думаю, что день рождения буду делать. Я прям рассказываю, не стесняюсь. Буду делать день рождения и напишу в приглашении «Дарите деньги». Потому что, во-первых, мне захочется чуть-чуть, хотя бы половинку отбить от дня рождения. Ну, и, может быть, как раз с этих денег, там, не знаю, тоже ноутбук, не ноутбук, купить себе 16-й пончик. Мне кажется, вот реально лучше всего деньги дарить. Мы немножко, ну, не то что лоханулись, мы могли бы на день рождения Ане тоже сказать, типа, «Дарите деньги». Но нам все дарили игрушки. И мне так и хотелось, чтобы дарили игрушки. Короче, нам в итоге дарили игрушки. Этих игрушек у нас с одним местом жую. Я сама еще заказываю без остановки. Ну, короче, блин, все-таки игрушки это такое. А, в чем еще минус-то? Что игрушек всяких подарили нам, и Яна выбирала их сама же в том числе. А до некоторых Аня просто еще не доросла, как оказалось. И некоторые, ну, реально не нужны. Но это тоже опыт. Это тоже опыт. И я знаю, что нам надо, что не надо. Поэтому просто в плане денег, например, день рождения Ани мы вообще не отбили. Конечно, и задачи такой не было. Но, как говорится, знаете, когда праздник делаешь, думаешь, что может хоть что-то где-то там отобьется. Не у нас. Поэтому день рождения я намереваюсь вот такое. Я даже хочу написать, и если вдруг кто-то из моих гостей, кого я приглашу, смотрит меня. Но если я вас сейчас не пригласила, не пугайтесь, потому что я это буду делать сильно позже. Короче, даже цветы мне не дарите. Вот реально нафиг не надо мне никаких цветов дарить. Я прям, наверное, большими буквами напишу. Пожалуйста, не дарите цветы. Потому что не хочу. Да, это красиво, да, это прикольно. Но это вот прикольно чисто вот в сторис показать. Все. Дома у меня нет столько вас. Это во-первых. Во-вторых, 28 декабря день рождения, а 30 мы обычно уезжаем на дачу на Новый год. С собой втащить? Ну нет. Как бы в машину одни цветы только-только поместятся, получается. А наши вещи, ребенок, мы. Точно не надо. Поэтому я вот не хочу, чтобы мне дарили цветы на день рождения. Если вы, мой будущий гость, смотришь это видео, если хочешь, прийти не просто с конвертом. Я уже так все загадала, хотя день рождения еще, блядь, не устроила даже. Ну, может, и не устрою ничего, и тогда никто мне ничего не подарит. Только вот цветы муж подарит, и все. Реально, одни цветочки мне хватит. Дорогой мой гость, если хочешь подарить мне цветы, не надо. Я тебя умоляю. Вот подари бутылку вина хорошего. Например, пиногриджи я люблю, пинзмараули можно. Ну, вот что-нибудь прикольное такое. Вот вместо вина. Нет, не вместо вина, вместо этого цветов. Цветы, во-первых, нынче дорогие. Бутылка вина, кстати, намного дешевле стоит, чем букет. Сейчас букеты нормальные от 10 тысяч стоят. Это вот нормальные что? Чтобы такие прям пышные, чтобы прям прикольные. Короче, бутылка намного дешевле стоит. Это может за 2 тысячи, за полторы тысячи прям хорошую бутылку взять. Поэтому вот лучше деньгами дарите. И можно бутылку, чтобы не с пустыми руками. Типа не просто с конвертом, я имею в виду. Короче, да, жестко, наверное, звучит. Так, знаете, на своих предпочтениях, ну, называть как-то, что мне дарите, что не дарите. Но зато по-честному. А что мне дарить? Вот у меня муж не знает, что мне дарить. Мама не знает, что мне дарить. У меня все есть. Вот деньжат подарите. Это получается, что я приглашаю гостей для того, чтобы просто они вкусно покушали, со мной провели, там, этот день, пофоткаться, поболтать, послушать музыку, выйти из дома. Ну, знаете, такая тусовочка. Потому что днюха не отобьется. Ну, все равно, скорее всего, не отобьется. Я на это и не рассчитываю. Ну, все, ну, не знаю, потом сделаю пост, если себе что-то куплю, типа ноутбук, например, что вот, с подаренных денег на день рождения. Мне кажется, это намного прикольнее, реально. Короче, походу, мама привезет Аню. Не знаю, зачем она так решила. Просто у них двор намного сложнее, чем наш. У нас еще можно поставить машину, а у них вообще жесть. В общем, так, что с обложкой? Наверное, я что-то там уже наделала, и мне этого должно хватить. Сейчас я это все перекидываю себе на телефон. Там начинаю все это обрабатывать. И все, и можно открывать, в принципе, влог. Короче, да, хочу день рождения все равно. Хотя, честно, немножечко-немножечко изо всех этих наших разборок с ремонтом мне жалко. Сейчас большие суммы тратить на празднование. Но потом я понимаю, что все равно какую-то часть денег подарят. Все равно это будет не такая большая сумма. Это, во-первых. Во-вторых, это, ну, просто мне бы хотелось. Типа, живем здесь сейчас. Непонятно, что будет завтра, что будет через год. И как будто бы вот реально самое правильное в этой жизни – это жить. Вот здесь и сейчас. И когда я об этом думаю, я думаю о том, что, ну, типа, блин, если хочется и как бы есть возможность, то надо делать. А вот и Анютка. Ань, помаши ручкой. Аня уже... Ой, Камера, ты чего? Помаши еще разочкой. Аня уже совсем взрослая малютка. Вон, какие тяжести поднимает. Тяжести не поднимает. Мазя. Мы с ней сегодня ругались. Можно сказать, первый раз поругались. Все было из-за того, что Аня постоянно идет на кухню и сует свои руки в собачью миску. Берет корму, так, шмяк-шмяк-шмяк, и в водичку, шмяк-шмяк-шмяк. И я из-за этого бешусь, потому что она вся в корме, в воде. У Вивы не пойми, что в мисках. Ну, вообще, кавардак. Ну, и все. И мне постоянно приходится подбирать корм, обновлять ее воду, мыть Ани руки. И это происходит по 100 миллионов тысяч раз на дню. И, конечно, терпение, оно как бы не резиновое. У нас тут не комната, а детский развлекательный комплекс. Я очень этому рада. Сейчас мы откроем еще нашу любимую классную... Как ее звать, Аня? Гусеница! Вход или выход у нас находится в бегваме. Сюда привязываем. И если наполнить. Она хочет попробовать проходиться. Давай. Погнали! Аня еще ни разу сама ничего такого не делала. Ну, да пора, Ань. Поехали. Ножками топ-топ. Иди ножками. Надо садиться и попкой просто ножками, точнее, ножками перебирать. Руль крутить. Залезай, покажи, как ты залазить умеешь. Покажи, как залезать умеет, Аня. Это читерство. Это даже милочка тебя встречает. Вот так. Малыши обожают ползать, да, Анют? Любишь ползать? Аня обожает вегвам. Если у вас есть ребенок и не знаете, что ему подарить, вот вегвам. Она просто его обожает. Она там сидит, она там сушки жует, с игрушками там играет. Да, Ань? Мне кажется, у нас чего только нет, вот реально. Девчонки, спрашивайте в комментариях про всякие игрушки. Надо, не надо? Я вам скажу, что фуфло, а что нет. У нас есть все, мне кажется. А, еще я заказала холодильник деревянный. И кучу разных деревянных продуктов. На, Ань. А, к нам, кстати, курьера, может быть, я заняла, нет? Так, привезли какую-то посылочку с Азона. Сейчас мы с Анютой ее раскроем. Короче, такая каталка-коляска, в которой гипотетически можно покатить Вильену, если она согласится, конечно, с тобой в такое играть. А здесь, что, я уже забыла. Такое желание полежать в обнимку с мужем, посмотреть кино, пока не вонок спит. У меня почему такое настроение? Аня! Ля-ля-ля-ля-ля. Я тебе заказала матрешку. Смотри. Ань, смотри, фокус. Смотри, фокус. Ань, смотри, фокус. Ань. Смотри, сколько там еще маленьких таких. Блин, их надо помыть. Ну, протереть хотя бы. Потому что они прям в опилках каких-то. Так что, мамочка, это изымает. Давай. Это матрешечка. Я увидела где-то в... Ну, как всегда, в Рилс. Что, типа, вот классные игрушки для малышей. Это матрешки. На. Ага. Тебе нужно ее раскрыть. Мне? Хитрюгин. Так уж хитрюгин. Не-не-не, ножик не надо маленьким. Камеру не надо. Давай лучше посмотрим вот это. Смотри-ка сюда как. Короче, это какая-то прикольная каталка. Рассказываю. От бренда. Та-дам. А, это не каталка. Это просто... У тебя уже такое есть, только у тебя пластмарцевая. Я уже взял деревянную. А еще ее надо собрать. Без папы не обойдемся. Блин, скорее бы у нас уже ремонт на даче закончился. И тут уже весь хлам везти. Нет, оставь камеру. Как ты это нажимаешь? Ты мне лучше скажи, как ты это все нажимаешь. Нет, не ломай. Не ломай. Возьми маму поснимай. На, маму поснимай лучше. Вот. Держи и снимай, ходи. Это Аня снимает, знаете. Иди сними, как у тебя игрушки в доме. Иди вдвоем лежат. Покажи, как твои игрушки в доме лежат. Иди. Иди, иди. Показывай, как игрушечки у Ани лежат. Мама тебе доверяет дорогую Аню. Поставила такая... Удохнули. Удохнули. Али. Что? Дунь. Давай, мама. Тебе вот так сделают? На, на. Ой, что это он? Подожди секундочку. На. Держи. Только смотри, куда идешь, Аня. Аня, влог снимает, да? Аня, нужно сказать в камеру. Привет, привет. Привет, привет, ребят. Сможешь. Аня ругается на меня, потому что я ей закрыла матрешку. Ты же сама умеешь открывать, Анють. Ой. Ну, давай, я тебе помогу, подними. Аня, давай, я тебе открою. Только первый уровень открою. Вот иконечка можно вот так. Опа. На, дай же сама. Все, дальше будешь сама открывать. Договорились? Так, и открывай сама дальше. Какие щечки сладкие. Ну как? Получается? Давай, давай. Ура, молодец. Ой, кажется, кто-то чуть-чуть приземил кофточку. Ню-нють. Все, закрыла. Надо открывать теперь. Вот того открывай лучше, слоника. Все в меня. Сложный характер. Не расстраивайся так быстро. Нужно пробовать еще. Вот и этого попробуй. Ты его куда тянешь? Надо легко. Оп, он легко открывается. Понимаешь? Ты меня любишь. Зачем его кинем, Романёк? Вот, закрывай крышку. Давай, я тебе помогу, научу. Ручками держись. И разводим вот так. Поняла? Я что, не любишь? Так ромко плачешь. Супер-клайв. Не получается открыть. Давай, я научу тебя, Ань. Давай. Что там внутри? О-о-о-о. Ты психуешь? Я сломалась, смотри. Оп. Просто одну держишь, другую наверх тянешь. Вообще хорошие штучки. Там еще была очень маленькая в самом конце деталь. Но я ее убрала. Потому что, мне кажется, даже я в такой могла подавиться. Это вообще... Ну, для ребенка постарше ты улет, который уже понимаешь, что кушать вот это не надо и в ноздрю засовывать. Прикольная такая милая обезьянка, но слишком уж она маленькая. А еще, кстати, совсем забыла вам рассказать. Мне пришлось снять свое обручальное кольцо, потому что оно мне мало. Не ком я почелюю. Я почелюю. Хочешь водички попить? Что я говорила? Мне мое кольцо обручальное мало. Я его еле как сняла, а сняла я его для того, чтобы его почистили. Его почистили, потом я уже не смогла нацепить обратно, но я думаю, что, может быть, я и смогу. Я просто пробовала тогда, когда у меня палец был опухший, за то, что я очень тяжело его снимала. Чего, Воник? Что здесь мокрая? Сколько ты такая классная футболка? Бабочка тебе подарила. Не-е-е, хитрюга. Хотела выливать, перевернула, я закрыла. Ну, хитрюгень. Ах, ты ж хитрюга. Не-не-не, не прокатит. Здесь что там, что-то капает. Анечка, Анечка, мы так не делаем. Ай-яй-яй. Умница. На, пойми меня. Ай-яй-яй. Меня прям в колено. Ань, они легко открываются. Ну-ка, не зли маму. Ай-яй-яй. Может, я спать уже уложить? Рано еще? Я уже была готова выставить, открыть влог. У меня уже обложка готова. Как пришла мама с Аней. И все. Я бросила. Свои занятия. Я сейчас заберу эту неваляшку. Не покупайте своим детям неваляшки. Они их очень нервируют. Так, все, оставлю обложку, открываю влог. Короче, пошла мыть ребенка. Завтра у нас со Славой дела. Сейчас у меня каждый день дела. С этими ремонтами вообще. Все, ребенок мой убежал. Надо идти искать. На сегодня я с вами прощаюсь.